Уже почти две недели этнические сербы на севере Косово строят баррикады. Установки препятствуют свободному передвижению местного спецназа и властей. Накануне президент Сербии Александр Вучич обратился к НАТО с просьбой защитить сербское население. Если брать исторически, то причины этого конфликта лежат еще в период Югославии. И вот в частности проблемы Косовского региона состоят в том, что там проживают косовские сербы, это православное население, и косовские албанцы, которые являются мусульманским населением. Исторически на этой территории в разные годы возникали столкновения на национальной, на этнической почве. Пик конфликта пришелся на 1998 и 1999 годы, когда этнические противоречия вспыхнули с новой силой. Помимо этого, албанскую часть населения в этот момент поддержали западные страны. Косовские сербы остались без поддержки. Сейчас большая часть населения страны, свыше 90 процентов, албанцы. Согласно последним данным, в республике осталось около полутора процентов сербов. Они проживают в северной части Косово. Здесь с момента частичного признания государства время от времени возникают волнения. Именно поэтому с целью сохранения безопасности в 1999 году миротворцы НАТО вошли в Косово. С тех пор ситуация некоторое время оставалась более-менее стабильной. Однако недавно она вновь обострилась. Причинами новых витков противостояния стали усиление патрулирования сил НАТО на территории северной части Косово. Помимо этого, с 1 ноября власти Косово потребовали жителей республики перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. А в конце месяца стали штрафовать водителей с неправильными знаками. Так или иначе, сегодня вот в этом регионе развивается ситуация, при которой Косовские албанцы, они продолжают требовать полной окончательной независимости от Сербии. Это выражается в конкретных действиях. Например, мы можем отметить проблему смены номеров на автомобилях, проблема с использованием различных денежных единиц. Есть такое понятие «черные дыры систем международных отношений». Это те международные конфликты, которые имеют свойство действовать на протяжении достаточно долгого времени, но и не имеют каких-то очевидных путей к урегулированию. Вот как раз к такому типу конфликтов относится конфликт Косово. Премьер-министр Косово ранее заявил, что к напряженной обстановке причастна Россия. Правительство Российской Федерации, в свою очередь, заявило, что выступает за разрешение ситуации дипломатическим путем. Маргарита Михайлова, Универ-Ньюс.